Если будут еще желающие оставить нам свои пожелания, пожалуйста, мы будем рады. На новенькой графической доске губернатор оставляет напутствие юным творцам. Желает креатива, счастья и любви к искусству. Во всяком случае, здесь, в школе креативных индустрий, детям собираются прививать именно ее. 80 человек, подростки от 12 до 17 лет, смогут бесплатно обучаться звукорежиссуре, фото- и видеопродакшену, дизайну и созданию электронной музыки. Первые творческие шаги они будут делать под присмотром наставников, которые точно знают, что нужно аудитории сейчас. Я очень хорошо знаю и профессиональные, и человеческие качества. У меня несколько критериев основных. Первое – это люди должны гореть, это должна быть команда, это принципиальный момент. Люди должны обучаемы быть, потому что в наше время все очень быстро меняется, особенно в технологическом плане. Поэтому жить вчерашним опытом, ну, не совсем, я думаю, разумно. Преподавательский штат в школе подобрался нетривиальный. Директором стал известный режиссер и продюсер Аркадий Никитченко. Трудиться вместе с ним будут, к примеру, легенда омского рока Игорь Фауст и Александр Смоленский, больше известной молодежи как диджей Сват. Руководить направлением фото-видео станет Алексей Филатов. В первый год обучения школьники смогут познакомиться с каждым из наставников и постичь азы работы с микрофоном или камерой. А уже потом выбрать конкретную специализацию и погрузиться в ее тонкости, чтобы решить, стоит ли идти дальше и превращать творчество в профессию. Это большая такая плотная, хорошая база, после которой, я думаю, можно поступить в разные учебные заведения творческой направленности. Одно из таких заведений располагается буквально за стеной. Для удобства учеников школа креативных индустрий открыта на базе Омского областного колледжа культуры и искусств. На запуск проекта потребовалось немало современной техники. Это обошлось почти в 64 миллиона рублей. По словам губернатора Александра Буркова, появление таких площадок в России – шаг к созданию креативной экономики. Поэтому право открыть подобную школу одну из первых в стране – больше, чем просто привилегия. Нужно понимать главное, что здесь ребята, которые пройдут обучение, это не только будущие музыканты, будущие работники культуры, художники. Нет, это творческие люди для IT-сферы, творческие люди для сферы инженерной деятельности, для, я не знаю, любых отраслей, может быть, авиастроение, космос, все что угодно. Поэтому, конечно, мы и, как сказать, бились, не побоюсь этого слова, за то, чтобы Омская область была в пилоте, чтобы мы были в числе первых, где откроется такая школа креативных индустрий. Следом за Омском творческие школы откроются в 27 регионах страны. Их создают в рамках федерального проекта, придуманного в России. По планам в 2022-м свои двери распахнут 32 студии. Еще столько же планируют открыть в следующем году. А до 2030-го их количество вообще должно превысить 200.